Всем привет, меня зовут Анна Блок, и в своем телеграм-канале я задавала вопрос о том, нужно ли сделать видео-обзор на игру Greed CSS Ganon. И многие из вас дали положительный ответ. Именно поэтому сегодня я записываю данный видеоролик, поэтому если тебе интересно, то продолжай смотреть. Но если вы понимаете, что одной игры для вас недостаточно, и вы хотели бы подкрепить весь материал теории, то у меня на платформе есть удобный марафон по Greed CSS. Вся ваш суть заключается в том, что каждый день вы получаете небольшие видео-уроки, где не только теория, но и практические задачи, после которых вы закрепляете данный материал, и вы уже потом на практике все это сможете спокойно применять. Уже есть достаточно много хороших отзывов, поэтому если тебе это интересно, то рекомендую пройти этот марафон. Но тем не менее, если ты чувствуешь, что тебе мало практики, то я конечно же рекомендую пройти эту игру, и сделать ты это можешь вместе со мной. Но чтобы эта игра принесла хоть какую-то пользу, ты можешь сначала самостоятельно пройти эту игру, и уже потом посмотреть этот видеоролик. Ну или второй вариант, ты можешь посмотреть этот видеоролик сейчас, и уже потом попробовать самостоятельно снова пройти эту игру, чтобы закрепить материал. И тот и другой вариант будут замечательной альтернативой для того, чтобы закрепить материал по Greed CSS. И кстати, ссылку на свой марафон я обязательно закреплю под видеороликом, и кстати про эту игру я тоже там рассказываю. Итак, переносим все свое внимание на экран, и здесь мы сразу видим сайт cssgridgarden.com. Всего у нас 28 заданий, и мы сразу переносимся в первое, после того, как открыли эту ссылку. В самом начале дается достаточно много шпаргалок с точки зрения теории, но чем дальше мы будем проходить эту игру, тем меньше у нас будет теории, и тем больше практики. Основная суть заключается в том, что визуально у нас есть плодородная земля, в которой нам необходимо вырастить морковь. И в данном случае вода, которой мы поливаем эту морковь, и будет тем заданием, при помощи которого мы будем выполнять задание для Greed CSS. Итак, здесь прежде всего мы видим идентификатор garden, и это является все то поле, которое мы видим здесь. Следующий идентификатор это water, и в данном случае это у нас дочерний элемент, который нам нужно переместить. И в данном случае в задании, в первом задании у нас говорится про такое свойство, как grid, column, star. Это свойство, которое используется только для дочерних элементов. И здесь мы видим подсказку о том, что мы в качестве значения можем использовать целое число. Поэтому, если в это поле мы запишем grid, column, start и значение 3, то у нас сразу вода перемещается на ячейку, где у нас находится морковь. Я рекомендую именно переписывать эти значения, чтобы вам отработать навык по Grid CSS. Потому что, если вы будете просто копировать эти значения, то высока вероятность того, что вы просто-напросто не запомните эти свойства. А только с практикой закрепляется тот материал, который здесь подается. Если говорить с точки зрения теории, то grid, column, start определяет местоположение в сетке, ссылаясь на конкретные линии. И в данном случае слово column является ключевым. Именно поэтому мы определили, что в третьей колонке у нас должна оказаться вода. Теперь давайте посмотрим следующее упражнение. Теперь наша цель использовать этот квадрат для того, чтобы убрать сорняки. Так как это игра, поэтому здесь у нас приводятся вот такие сравнения. И опять же, для закрепления материала нам предлагается проделать, по сути, все то же самое. Но теперь мы понимаем, что у нас не третья колонка будет, а пятая. Поэтому давайте запишем grid, column, start и значение 5. Тем самым мы выполнили задание. И обратите внимание на то, как записывается родительский блок. Вы можете себе этот материал конспектировать, чтобы не забывать то, как используются типичные решения для создания сеток. Давайте перейдем к следующему заданию. И здесь мы знакомимся теперь не только со значением grid, column, start, но и со значением grid, column, end. Из его названия вы можете уже сразу догадаться, что по сути он указывает на то, в каком месте у нас заканчивается действие дочернего элемента, с которым мы работаем. Сейчас давайте я запишу сюда ответ, который, как правило, пытается указать те, кто хотят пройти эту игру. Во-первых, мы пишем grid, column, end. И первое, что приходит на ум, это, конечно же, указать значение 3. Вроде бы все логично, но здесь мы видим, что у нас заливается всего 2 квадрата. Вы должны помнить, что исчисление в grid сетке происходит не по квадратикам, которые здесь указаны, а по линиям. То есть первая линия у нас находится здесь. И это и есть grid, column, start. Следующая линия – это значение 2. Поэтому, если мы укажем grid, column, end 2, то у нас будет закрашен всего 1 квадрат. Далее у нас идет третья линия, поэтому, когда мы указываем end в значении 3, то у нас закрашивается 2 квадрата. Ну и, соответственно, чтобы полностью выполнить это задание, мы должны использовать значение 4. То есть у нас идет 1, 2, 3 и четвертая линия. И после того, как мы укажем значение 4, наше задание будет выполнено. Это вот такой момент, на котором новички, как правило, запарываются. И мы перешли к четвертому заданию. И здесь нам как раз идет подсказка о том, где говорится о том, что grid, column, end не обязательно должно иметь значение больше, чем grid, column, start. Опять же, если вспомнить, что я только что говорила, то мы введем отсчет до пятой линии. Это 1, 2, 3, 4, 5. Именно поэтому у нас закрасился вот этот квадрат. Но в данном случае мы должны указать grid, column, end и в значении 1, 2, то есть в значении 2. Пишем. И мы также выполнили наше задание. Нажимаем на кнопку следующий. В пятом задании у нас идет намек на то, что в таких свойствах, как grid, column, start и grid, column, end, у нас используются не только положительные значения, но и отрицательные. И они считаются следующим образом. То есть мы с правой стороны берем отсчет отрицательных значений. То есть, например, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6. И таким образом мы можем теперь записывать не только положительные значения, отсчет введя с левой стороны, но и записывая отрицательные значения. Давайте запишем grid, column, end и значение, то есть минус 1, минус 2. Пишем значение минус 2. В целом мы с вами выполнили это задание, поэтому идем дальше. Теперь у нас будет с вами шестое задание. И теперь здесь мы будем тренировать все то же самое, но теперь для свойства grid, column, start. Записываем grid, column, start. И у нас значение будет... Так, я пропустила букву C. Так, и здесь записываем минус 1, минус 2, минус 3 значения, чтобы у нас окрасилось это поле. Почему именно минус 3? Вы уже наверняка заметили, что когда мы используем свойства grid, column, start, то у нас окрашивается поле по следующей за линией. То есть за, например, вот этой линией у нас будет окрашено вот это поле. Поэтому мы используем третью линию в отрицательном значении. Итак, поехали дальше. Теперь у нас седьмое уже с вами задание. И здесь в этом примере мы будем рассматривать такое значение, как span. Span используется не только в HTML, но и в grid.css. Поэтому давайте с точки зрения теории рассмотрим, что конкретно используется, когда мы будем записывать значение span. Итак, ключевое слово span позволяет нам указать количество треков, которые должен занимать элемент. То есть в нашем случае, по примеру, мы должны занять две клетки. Поэтому после того, как мы указали, где конкретно начинается наша линия, мы ее можем растянуть. И указать, на сколько линий она должна занимать это пространство. Поэтому давайте запишем grid.column.end и то, что здесь написано. Span 2. Давайте попробуем для примера записать span 3 и посмотрим, что именно будет происходить. Сейчас мы указали, что после начала линии, который у нас имеется в виду как grid.column.start в значении 2, у нас должно пройти три клетки. Но это будет не совсем верно для нашей задачи. Именно поэтому у нас grid.column.end заканчивается в пространстве в две клетки. То есть в данном случае для grid.column.end мы указываем именно пространство, а не то, где оно заканчивается. Именно поэтому это задание мы выполнили. Сейчас переходим к следующему, восьмому. И у нас опять же, по сути, такое же задание, но теперь мы должны записать grid.column.end значение span. И в данном случае это будет значение цифрой 5. Тем самым мы сразу выполнили это задание. Идем дальше. Я думаю, что оно достаточно простое, поэтому на нем заострять внимание не будем. И теперь мы также будем работать со span, но в данном случае вы должны помнить, что здесь отрицательных значений быть не может. Поэтому здесь вы указываете именно положительные значения. Поэтому если вы пишете span, то в нашем случае мы исчисляем от конца. То есть в нашем случае это шестая линия, и у нас он протянется на три клетки с конца. Поэтому у нас ответ span 3. Переходим к следующему заданию, уже десятому. И теперь нам предлагается поработать с совместным свойством, которое объединяет предыдущие свойства, с которыми мы только что работали. Это grid.column.start и grid.column.end. Есть единая запись, просто grid.column. То есть по факту мы отсекаем фразы start и end. И теперь при помощи слэша мы можем указывать начальные позиции, ну и конечную соответственно тоже. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4. То есть первое значение это 4. Это grid.column.start. Далее пишем пробел. Слэш. И вычисляем следующую линию. То есть здесь 4, 5, 6. На шестой линии мы должны закончить. Давайте теперь пойдем дальше. И теперь нам предлагается использовать grid.column, но при этом использовать значение span. Давайте попробуем. Напишем grid.column. И теперь для начала запишем первое значение, то есть grid.column.start. Это вторая линия у нас будет. Далее укажем слэш после span. 1, 2, 3. И получается span 3. Вот таким образом мы выполнили это задание. Но мы можем задать и второй вариант. Например, если мы считаем с конца. Это 1, 2, 3, 4, 5. То есть здесь мы можем указать цифру 5. И соответственно span 3 у нас будет находиться здесь. В значении grid.column.start. И мы видим, что в данном случае у нас была активная кнопка и при том варианте, и при этом. Поэтому вы можете записывать и так, и так. Пойдем дальше. И теперь у нас следующее задание. Только в данном случае мы работали с вами с одной колонкой и работали в одной строке. То теперь мы будем работать с разными строчками. То есть до этого мы работали со значением grid.column. То сейчас у нас будет значение grid.row. И начинаем мы также со значения grid.row.start. И мы также считаем по линиям. То есть первая линия, вторая линия, третья линия. И здесь значение 3. Все, мы выполнили это задание. Идем дальше. Ну и как вы понимаете, опять же, с точки зрения теории, здесь, конечно, об этом более подробно не рассказано. Но тем не менее, вы также можете использовать сокращенную запись для grid.row. То есть это grid.row.start.slash.grid.row.end. И в данном случае мы теперь можем также это все записать. Grid.row. У нас первое значение это 1, 2, 3. То есть третья линия. Далее слэш. И шестая линия. То есть 3, 4, 5. И там 6. Здесь немножко не видно. Но я думаю, что вы поняли основной смысл. Итак, мы выполнили это задание. Кстати говоря, мы его также могли при помощи спана выполнить. Но так или иначе, и тот, и другой вариант будет одинаковым. Теперь наша цель познакомиться не только с строчками и колонками, но и все-таки поработать со всем этим вместе. Именно поэтому нам предлагается использовать значения grid.calm и grid.row. Давайте попробуем. Grid.calm. Значение. В нашем случае это будет 1, 2. На этом, в принципе, можем остановиться. Потому что, так или иначе, мы уже заполнили ее одной клеткой. Далее, grid.row. Значение 1, 2, 3, 4, 5. И все. Так как у нас никак не растягивается, то можем оставить значение вот таким образом. Но по правилам, если вы хотите именно по правилам работать, то можно было записать еще вот таким образом. И это был бы тоже верный вариант. Потому что мы указываем начало и конец. Следующее. Итак, теперь давайте полностью отрепетируем все значения, которые мы с вами знаем. И отработаем их именно на этом упражнении. Это будет у нас снова grid.calm. Значение 2. То есть мы начинаем со второй строчки. И мне больше всего нравится указывать именно сначала какое-то определенное значение, и уже потом все это завершать спаном. Поэтому далее пишем спан и целое число. В нашем случае это число 4. Далее пишем grid.row. И по факту у нас будет использоваться цифра 1 в начале. Так как мы начинаем с первой строчки. И завершаем все спан в значении 5. Выполнили все задание, поэтому идем дальше. И далее при помощи этого задания мы снова начинаем знакомиться с новым свойством. И если мы с вами полностью записывали все те свойства, с которыми работали, то теперь мы можем использовать всего лишь одно. Это grid.array. Давайте запишем его. То есть вначале мы указываем стартовые значения по строчке и по колонке. И далее конечные значения по строчке и по колонке. И все это записываем через слэш. Поэтому давайте отрепетируем все эти значения. Итак, первое это grid.row.start. Это число 1. То есть мы начинаем с первой строчки. Теперь записываем слэш через пробел. Определяем следующее значение. У нас начинается колонка со второй линии. Далее слэш. И тут мы уже можем писать спан, либо в виде цифр. Давайте попробуем отрепетировать именно цифры. Итак, у нас row. Это 1, 2, 3, 4. Конечное значение это 4. Далее пишем слэш. Следующее значение, это конечное будет по колонке. Это 2, 3, 4, 5, 6. Пишем число 6. Итак, переходим к следующему заданию. И теперь наша цель в данном случае покрыть одну вот эту площадь. То есть площадь будет в виде квадрата в данном случае. Поэтому в идентификатор water2 мы записываем значение grid.row. Первая строчка у нас начинается с цифры 2. Потом колонка у нас начинается 1, 2, 3, с третьей линии. Снова пишем слэш. Строчка у нас заканчивается 1, 2, 3, 4, 5 на пятой строчке. И колонка заканчивается 1, 2, 3, 4, 5, 6 на шестой колонке. Вот таким образом мы выполнили это задание. Идем дальше. Итак, далее мы видим снова новое задание. И оно заключается в том, чтобы познакомиться с новым свойством. Это свойство order. И теперь наша цель при помощи этого свойства сделать так, чтобы вода вот такого цвета у нас покрывала сорняки. Order позволяет нам расставить элементы так, как нам нужно. В каком-то смысле это свойство работает по тому же принципу, что и свойство theIndex. Поэтому если в данном случае мы сейчас напишем order и укажем значение 1, то наше значение уйдет вперед. Если мы будем использовать значение минус 1, то наше значение перейдет сюда. Но при этом, если мы укажем, например, минус 3, то здесь мы увидим, что ничего не происходит. Поэтому в нашем случае мы можем записывать только число 1 для того, чтобы решить данную задачу. Итак, давайте пойдем дальше. И теперь мы снова отрабатываем задачу с order. И в данном случае, чтобы правильно перекрыть все наши сорняки, то мы здесь должны написать order, но в значении минус 1. И в данном случае наша задача будет снова выполнена. Итак, давайте пойдем дальше. Итак, у нас с вами уже 20-я задача, осталось всего 8. Но теперь мы будем работать уже с вами с родительским блоком. У нас здесь приведено свойство, с которым мы будем работать. Это gridTemplateCounts. Это свойство определяет размер и название для grid столбцов. До этого, как мы видим, здесь у нас использовались везде значения gridTemplateCounts и 5 раз дублировало значение 20. За счет чего у нас получилась сетка, которая делится 5 на 5. Но сейчас наша задача сделать так, чтобы вся морковь сидела ровно. Здесь мы видим, что одной моркови не хватает. И здесь есть подсказка о том, что теперь нам нужно использовать колонки в 50%. Запишем gridTemplateCounts и значение 50% и снова 50%. Вот таким образом у нас получилось растянуть эту клеточку и создать ее в едином стиле. Итак, давайте пойдем дальше. И теперь наша цель познакомиться с сокращением для этого свойства. Причем это будет одинаково работать как для gridTemplateCounts, так и для следующего свойства. Это gridTemplateRows. Сейчас мы видим, что у нас, например, записывается 5 раз 20%. Если нам потребуется делать сетку с большим количеством ячеек, что постоянно прописывается только значений, будет не совсем удобно. Поэтому есть такое значение как repeat. И сейчас на таком свойстве как gridTemplateCounts мы это отработаем. Давайте запишем gridTemplateCounts. И теперь наша цель немножко подрезать эту ячейку. И мы записываем это через repeat. Открываем скобочки. Пишем целое число, то есть сколько ячейк у нас будет. Давайте попробуем записать число 6. Далее запятая. И пишем процентное выражение. Это 12,5%. Так, я пропустила букву S. И вот мы видим, что теперь у нас ячейки подрезались. Но так или иначе, для того, чтобы нам полностью заполнить этот блок, нам вместо цифры 6 нужно было указать число 8. Но так или иначе, мы отработали значение repeat. Поэтому давайте переходим дальше к следующему уроку. Теперь нам предлагается использовать три значения. Вы должны помнить, что у таких свойств, как gridTemplateCounts, у нас могут использоваться совершенно разные единицы измерения. И в данном случае мы можем записать 100 пикселей, 3M и также значение 40%. Вот, тем самым мы выполнили это задание. Но, тем не менее, запомните, что мы можем смешивать разные единицы измерения для вот таких свойств, как gridTemplateCounts и gridTemplateRows. Идем дальше. И сейчас мы будем с вами знакомиться с таким значением, о котором я уже только что говорила. Это FR. Это такое удобное значение, которое позволяет нам пропорционально выяснять, какие части и доли у нас есть в сетке. Давайте запишем gridTemplateCounts. В нашем случае нам нужно поделить это значение на 6 равных долей. То есть это будет 1 шестая, а это 5 шестых. Поэтому, чтобы правильно это все записать, мы пишем 1FR и значение 5FR. И вот мы выполнили снова это задание. Идем дальше. И снова возвращаясь к тому, что мы можем использовать совершенно разные значения для одного свойства, мы можем увидеть еще одно преимущество FR. Оно заключается в том, что если мы сейчас используем поля для этих значений, то все остальное поле мы можем использовать пространством FR. Итак, чтобы выполнять это задание, давайте снова запишем gridTemplateCounts. Теперь наша цель задать боковые колонки как 50 пикселей, но тем не менее у нас есть еще 3 строчки, а если быть точнее 3 колонки, которые мы должны здесь записать. То есть это будет 50 пикселей. Далее еще у нас 1FR, 1FR и 1FR. И снова 50 пикселей. И вот таким образом у нас получается, что мы выполнили задание согласно тем условиям, которые у нас есть. Идем дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Теперь у нас задание чуть посложнее, но в том плане, что мы снова будем использовать разные значения, но так или иначе у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 колонок. И нам нужно вычислить, в каких случаях нужно использовать пиксели, а в каких FR. Поэтому снова пишем это свойство gridTemplateCounts. И вы должны иметь в виду, что в принципе работа с gridTemplateRows ведется абсолютно так же, кроме того, что мы вычисляем строчки. Если я сейчас верно понимаю, то для сраняков у нас используется 75 пикселей. Давайте начнем записывать. Далее мы будем прорабатывать значения FR. И тут у нас идут такие пропорции, как 3,5 и 2,5. Поэтому здесь записываем 3FR. И далее значение 2FR. И вот таким образом мы с вами выполнили это задание. И идем на следующее. Уже 26-е, прям совсем близко к концу. Следующую задачу, как правило, все не могут решить. И проблема заключается в том, что у нас должно сохраняться 5 срок, при этом у нас вся морковь должна быть залита водой, но при этом вначале у нас остается пространство 50 пикселей. И это можно решить посредством логики. То есть, если по факту нам нужно в этой одной ячейке, которая у нас здесь закреплена, залить всю морковь, значит свободное пространство мы будем вычислять из верхних полей, то есть из 50 пикселей. Следующая задача у нас, задача идет на логику. Многие на ней запарываются, и проблема в том, что у нас здесь жестко указана ячейка. Но задача заключается в том, чтобы полностью покрыть морковь водой. И чтобы это сделать, и при этом сохранить 5 строк, то нам нужно использовать пространство в 50 пикселей. То есть поделить его на 12,5 пикселей. Давайте запишем. Repeat. Таких ячейк у нас должно быть 4 здесь. 12,5 пикселей. И далее используем значение 1fr, для того, чтобы полностью залить вот это пространство. Вот таким образом решается данная задача. Идем дальше. И теперь наша задача заключается в том, чтобы прорабатывать эти свойства одновременно. То есть 60% и 200 пикселей через слэш. И вот таким образом у нас получается вот такая вот односложная колонка. Так вычисляется 27 задача. Итак, переходим к 28 задаче. И теперь наша цель проработать только одно свойство. Это grid template. Итак, что нам здесь необходимо иметь в виду? Во-первых, у нас будет колонка, которая вмещает в себя 50 пикселей. И при этом нам нужно оставить 20% для моркови внизу. Для этого мы используем значение 1fr для строки. Но при этом 50 пикселей, но при этом 50 пикселей в конце. Далее записываем слэш. И у нас будет 20% на 80%. Вот таким образом это все выполняется у нас. Внизу мы как раз увидим 50 пикселей для строки. И при этом 1fr полностью нас здесь заполняет. И следующее это 2 колонки на 20% для сорняков и 80% для моркови. Таким образом решается эта задача и объединяет в себе 2 свойства. Это grid template rows и grid template columns. Я надеюсь, что этот видеоролик был полезен для тебя. И если ты сомневаешься в каких-то задачах, то попробуй снова пройти эту игру, чтобы закрепить все пройденное на практике. Спасибо, что посмотрел этот видеоролик. Обязательно поставь лайк. Подпишись на этот канал и другие социальные сети типичного верстальщика. Всем пока!